Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака, мы находимся в логове Саламандр. В канализации Визимы. Это интересно. Потому как... О, логово Саламандр там, поэтому мы пойдем сюда. Я смею. Давай, пацаны, все на меня, просто все. Хе-хе-хе. Групповой стиль, это просто прелесть. Да не, молот у меня такой же есть. У них ничего нету. Они-то нища. Я думал, у них что есть, у них нихера нет. Они тут просто тренировались. Ладно. Давайте пойдем сюда. А тут нифига нет. Тупик. А не, вон какой-то сундук есть. Золото, вино. Такое. Не особо ценное. Там те мерзкие мечи обычные. Нафиг никому не нужны. О, а там варили фиш-то. Так, давайте сохранимся. А то не хочется как-то сразу прям попадать так в логово. В само логово. Нет. Нет. Давайте сначала сюда, потом туда. Саламандеры. Ну да. Смерть к тебе пришла. А че ты думал? Это ведьмак. Мастер боя на мечах. Не, пацаны. Не то. Реально не то. Не того противника выбрал. Так. Че тут? А тут они тоже спят. Там срут. Всякое такое. Вау. Так. Стальной темирский оставьте себе. А вот. Так. Еще тут золотишко. Золотишко это полезно. Вот вроде не так давно купил себе кольчугу за 5000, там, меч. Потратил 1200, по-моему, или сколько. И, короче, опять уже скоро штука. Когда-то еще все продам. Там точно будет. Так. Так. Тут еще какой-то поворот есть. Слышь, ты мне не мешай. Я тебе выпаду. Не мешай, мне сказано. Ебать, ты что-то тупой, что ли? О, химики. Прекрати! Не бей меня, я работаю! Яйца чашутся. Трудно же противодать фиштех. Прекрати! 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 Фиштеха больше не будет. Прекрати! Прекрати! Вот и все. Так, блин, некуда положить уже на стойку. Эмм. Че он, блядь, не читается-то? Ну, я нажимаю правую кнопку мыши. Че-то только она, сука, как-то... Не нажимается. Окей, че-то явно не так. Хотя не, вот, все работает. Что за говно? Непонятно. Ладно. Это нахер. Вот это я возьму с собой. А че у них есть? А у них только ножики были. Ну да и ладно. Все, пошли в логово. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Не, давайте так. Вот все, кто тут есть. Вообще вот. Все. 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 Встаньте, дети. Встаньте в круг. Я тебя убью. Блин, ты посмотри, каким я их мечом рублю. Я их с серебряным мечом резал. Это просто, блять, смешно. Такс. Значков тут, конечно, можно насобирать. По полной программе. Вообще всяких. О. Че-то там есть, да? Ключ. Письмо. Нужно поговорить с Юзом. Хорошо. Поговорим. Почему нет? Какие-то карты. Явно это карты Тимерии. Так, тут у нас кроватка. Тут они отдыхали, понимаете ли. Чертовы ублюдки. Так, ну все. Залутал, в принципе. Все подземелье. Надо бы выйти уже отсюда и продать там. Я ж довольно-таки много лута поднял по итогам. Ноги болят. Ну так как понимать? Все они заслуживают смерти. Отличная работа, ведьма. Все они заслуживают смерти. Мы закончим здесь все. Ты молодец. Иди и поговори с Юзом. Он ждет тебя снаружи. Это что? Специально армию набрал себе? Это твои ученики, да? Дарт Юз. Так, так, так. Хорошо сработано, ведьмак. Пара человек погибли, но на этом мы и закроем глаза. Самозащита. Ты отлично справился. Общество только лучше будет без этих тварей. Но вернемся к делу. Где прячется тот, кто делает фиштех? Я нашел письмо от Готрика. Это его рук дело. Прекрасно. Мои мальчики вычистят там все, а я займусь уликами и наркотиками. Понятно. Разумеется, во благо общества. А ты разберись с Готриком. С нетерпением жду известий о твоих новых достижениях. Какой отличный план. Может мне пойти убить всех и каждого, кто занимался фиштехом. А может мне стоит сообщить Винсенту о том, что ты прихватил товар. Ты чего, ведьмак? Ты получил все, что хотел. Только поэтому мы с тобой все еще разговариваем. Больше не давай мне приказов. Ясно? Как день? Но нам все равно придется разбираться с Готриком. Да, Юзык. Фиштех тебе мозги попортил. Этим я займусь. Приготовься Геральт. Обо мне не беспокойся. Со мной мои эликсиры. Ну да. Сто аренов? Это немного. Так, письмо от Готрика. Наверняка сможет мне помочь. Но я же читал его. Так, поставка сырья через канализацию. Большой решетки. Какой еще решетки? Туда, что ли? Давайте-ка здесь походим. Ой. Какое-то тут большое место. Слышите, ребята. Давайте-ка я выйду из канализации. Потому что, ей-богу, мне, конечно, очень хочется этим всем заняться побыстрее. Но мне нужно продать много всего. Хотя давайте-ка я этот момент промотаю. Встретимся уже обратно здесь, в канализации. Вот мы и продолжаем, собственно. Я продал... Пару лишних мечей. Там немножко... Почистил инвентарь. Оставил себе только вот из украшений кольцо. О, кстати, во славу сатану. Смотрите-ка. Это чисто случайно получилось. Цифра зверя. Так-с. Ожерелье с алмазом и кольцо с алмазом. Все остальное распродал. Поднял довольно много всего, но... Не настолько много, как хотелось бы. Так-с. Ну что, бежим уже по делам. Тюремщики. Давай, нам сюда. Так, это канализация купеческого квартала. Давайте пойдем с этой стороны. Чтобы осмотреть все как бы полностью. Тут нифига. Ого. Утопцы открывают двери. Двустрел. Канализации. Да, эта дрянь, походу, растет везде. Ну, давайте бочку залутаем. Может там что есть? Не особо. Я, как вы видите, много пропускаю. Там ингредиентов, этого всего. Но они мне просто не нужны. Я почти не крафчу, например. Вот тут опыт сдавать. Я почти не крафчу зелий, например. Как vegan. Ну куууи. Ну это херь опасное. Таких штук 5, и это большая проблема будет. Труп. Монетки. Давайте пойдем посмотрим, что тут есть. Это какая-то эльфийская постройка, судя по всему. Вау. До свидос. Так, что тут? Ну, я думаю, отсюда можно все забрать, потому что, ну, все-таки пока что у меня полные... Хотя нет, гиммы пока пользоваться не нужно. Посмотрим, что тут труп, и что там внизу. Блин, а вниз не попасть, да? Бля... Печально. Хотелось бы, конечно, туда попасть, но, видать, не судьба. А большая решетка вот здесь, наверное, да? Там какой-то костер, место силы, точка перезарядки. Скорее всего, я так думаю, да? Ну, что, давайте туда пойдем. Потому что телепорт меня может перенести только либо к Трис, либо к Калькштейну, либо в башню. Ну, башня и Калькштейн это один хер. В нашем случае. Так, тут все заперто. Ну, туда, наверное, пройти вообще невозможно. Так. Это сюда. Потом, когда выходить. Ну, сейчас разберемся, короче. Ласточка уже, похоже, закончилась. Потому что, видно, все не очень хорошо. Но уж, по крайней мере, не кромежная тьма. Так. Так, сюда. Потом там поворот должен быть. Геральт, двигай. Давайте-ка вечера дождемся. Ну, а вдруг они там только ночью приходят, короче. Кому надо, тот ко мне подойдет. Так-с. Ну, вас нафиг. Ну, давай, еще ты. Так-с. Сюда. О, саламандры. Смотрите-ка, я был прав. Ох, пацаны, вы попали. Ёпта, вы даже не представляете, как вы попали. Умри, свинья. Не, пацаны. Мы будем драться с вами здесь. А, так быстрее. Так-с. Ай. Вот это надо выкинуть и забрать вот этот вот молоточек. Боттон. 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 Так, с молоток забрали. О, вот он. Это меч Саламандр. Запрещенный меч. Повреждение минус 20, вероятность критического кровотечения, критической боли и точного удара 30%. Используется с ведьмачьим боевым стилем боя. Очень хорошая штука. Я бы, честно говоря, взял бы еще один такой меч. Потому что они, ну, не дешевые. Но, к сожалению, свой меч я не могу никак променять. А выйти отсюда и могу. Стоп. Заперто. Мочу. Че сделаешь? Ничего не сделаешь. Идем к Юзу. Юз, сука. Здесь, наверное, где-то. Или здесь. Сейчас посмотрим. Нет. Тут надо выходить. Ну, они мне так нормально снесли. Это из-за того, что у них много танков было. Так. Куда-то сюда, да? Наверное, я где-то тут отдыхал. Возле костра. И как раз... Утопцы. Идите нахер. Ебогу. Даже не смешно. А нет. Слиняли. Ну, тогда идем обратно. Вот сюда, да? Да. Эти утопцы, им меня больше раздражают, чем наносят какой-то дэмэдж или еще что-то. На них можно качаться, но куда уже качаться? Где, блин? 19-й уровень. Ё-моё. Пора уже игру проходить по-хорошему. А тут все еще качаешься. Прокачка, оно, конечно, хорошо, но... Все-таки. Ради тупого гринда я бы не стал тут задерживаться. Так, давайте-ка до утра где-то потусуем. Я думаю, прямо тут у костра. Че там было? А, пехотинец ордена. Ой, как больно. Еще, кстати, прокачаемся. Сейчас все будет так, как надо. Вообще. Круповой стиль мне очень импонирует. Вообще, в серебряном мече. Ну, можно посюда вкинуть. Сейчас посмотрим, че еще по серебряным талантам. Атака плюс 20%. Блядь, хорошая штука. Здоровье плюс 100%. Отражение удара 5% повреждения 10%. Сопротивление к кровотечению и нокдауну. И... Имунитет, кровопотери, плюс 5 брони, повреждения плюс 10%. Вот это удобно. Что тут по выносливости? Ну, выносливости я тут смотрел. Восстановление энергии, иммунитетной боли. Длительность оглушения. Позволяет проводить ритуал очищения. Вероятность извлечения. Позволяет делать бомбы. Работает только когда у ведьмака осталась не так. Это мощь знаков. Позволяет проводить ритуал жизни в мечтах силы. Так, время действия знаков. Такой. Я в основном пользуюсь вот этими стилями боя. С силовым, да. И групповым. С серебряным уже больше быстрым. Ну, быстрыми, групповыми. Поэтому хер его знает. Ну, давайте вот прокачаем силу. Потому что давно уже пора. Будем качать также ловкость. Вот это вот надо будет прокачать в следующем сразу же уровне. А тут пока, я думаю, все. Так. Что сюда? Точный удар. Ну, это ослепление. Это говно. Не работает вообще. Ну, то есть... Нету. А вот при воспламенении это интересная херня. Ослепление. Вот сюда вот точный удар можно кинуть. Хотя лучше в арт. Точная вероятность оглушения. Ну, вот у меня аж арт вообще не прокачан. Так. Что у нас по итогам-то? Мне нужно к юзу. И... Так. Ну, давайте-ка в таверну зайдем. Потому что там был какой-то чувак, который мне должен рассказать про меч. Я по-прежнему этим делом таки не занялся почему-то. Я думаю, пришло время. Валера, настало твое время. Игрок. Друг мой. Похоже, в любви тебе не везет. Ну, почему бы не попробовать себя в игре? Любопытное замечание. В игре у меня были взлеты и падения. Я предлагаю тебе честную игру в кости. Без обмана и шулерства. Да. Я верю тебе. По тебе видно, что ты много путешествовал. Не то, что простаки здесь. Большая честь играть с такими людьми. Большим человеком, как ты. Я ведьмак. Не боишься, что я заколдую кости? Я лучше проиграю знающему человеку, чем выиграю у простака. Местные крестьяне играют только на капусту. Когда-то в это заведение захаживал охотник, достойный противник. Но я его давно уже не видел. Насколько я знаю, ты его больше не увидишь. Честно говоря, думаю, что он потерял интерес. Он ставил много, но не всегда ему везло. В любви ему тоже не повезло. Может быть. Так. Серебряный меч. Серебряный меч. Знаешь о таком что-нибудь? А почему ты спрашиваешь? У меня нет времени на болтовню. Добрый господин, не прими за обиду. Где ты добыл меч? Я его выиграл у садовника, если я не ошибаюсь. Где мне найти этого садовника? Ну, я знаю. Слушай, давай сыграем. Ты вроде нормальный чувак. Я у... Добрый господин, не прими за обиду. Давай, четверочку. Даа, говно. Хотя у него хуже. Не фартануло. Бля... Ёб твою мать. Четверка. Я просто в шоке. Но не читак он после этого. Мне вот чё-то никогда так не фартит. Гнида ушлая. Давай, поднимай. Вот дерьмо. Но у нас у обоих дерьмовые шансы. Эй, я ж бросал... Ай, блядь. Я должен был выбрать кости. Пардон. Я знаю. Проебал. Бывает. Всё, я чё-то протупил просто в последний раз. На, держи. Погнали. Ну, такого у меня лучше. Даа, уж говно. Не, ну это победа. Удачи тебе, игрок. Я всегда была умницей. По поводу мяча поговорили. Образованно. Образованно. Да и этот толох алфавит-то толком не знает. Именно. Я у... Это же я, Язон. Беженцы. Во время войны. Не помню. Как жизнь. Жаловаться не на что. У меня отличная, спокойная работа. Я вышибала. Такая уж спокойная. Посетители предпочитают улаживать споры сами. Местечко тихое. Ведь даже птицы никогда не срут в собственных гнездах. Понятно. Прощай. Такс. Ну, какой-то старый знакомый, видать. Я его не помню. Блять, такой классный меч. Был бы он еще хорош по характеристикам, цены бы ему не было. Но не судьба. Такс. Продаем мечи и отправляемся к Юзу. Бандит. Я уж думал, это этот воскресился. Такс. Сможно вз... Как по... Давай. 70 монет держи, конечно. Этот молоточек за 80 он берет. Очень даже неплохая сделка. Такс. Вот это бери. Ну, а я почти не пользуюсь в любом случае. Такс. Черный корок тоже можешь разобрать. Я бы продавал много всего, да. К сожалению, некому. Тут не особо таких-то вещей у него есть. Ну да, я думаю, все. Теперь давайте-ка поговорим с садовником. Все равно по пути. А этот сраный читак мне еще должен проиграть. Смотри. Замечательно. Замечательно. Но меня больше интересуют мечи. Серебряные. А я знал, что кто-то из вас раны или пот и проиграл его в кости. Так ведь? Я был совершенно уверен, что выиграю. Берегись того Шулера. Он крепко играет. Расскажи. Где ты добыл этот меч? Пять лет назад была большая драка под Бренной, недалеко отсюда. Коротко говоря, наши показали нильфгардцам, где раки зимуют. Только поэтому мы до сих пор не считаемся провинцией империи. Так ты захватил меч во время битвы? Точно. Он принадлежал ведьмаку Кайону. Я с ним повстречался во время войны. Отличный парень. Мало таких. Только не слишком разговорчивый такой. Как и большинство из нас. Я ему дал слово, что меч попадет в руки другого ведьмака. Когда он лежал и помирал, все шептал что-то про зубы и предназначений. И десна из всех, кого я знал, смеялся над собственной смертью. А ты проиграл его в карты. Я его хранил пять лет. Я уж надежду потерял, что смогу вернуть его кому-то из вашей гильдии. Если хочешь еще чего узнать. Шани тоже его видела. Кайона. Теперь она... Спасибо за... Удачи. Так. А что ты продаешь? А что ты продаешь? Поединички? Ты озверел нахер. Ладно, держи вот это. Это тоже ты особо не жалуешь. Конечно, не надо. Давай с тобой сыграем. Сраный читак. Как я тебя ненавижу. Так, две шестерки, две единицы. Нормальный ход. Блядь, у него лучше. Ладно, давайте рискнем. В любом случае. Мне должно повезти. Да. Хорошо. А вот это не очень хорошо. Хотя у него тоже две пары. Тут я, пожалуй, рисковать не буду. Выкину только одну кость. Бля. А он решил рискнуть по полной. Бля, и выиграл. Вообще, красавчик. Капец. Ладно. О, у меня тройка. Это победа. У меня две пары. Всего лишь. Смотрите, не ссыканул. Ему не победить. Ес. Наконец-то я тебя сделал. Муфлон. Мэйс. Нет, сначала Юз, потом Мэйс. Юз, мать твою. Наркоманты сраны. Я убил наркобарона. Забавно. Ты рассказываешь стражнику, что только что убил человека. Шучу, шучу. Ты отлично справился. Я счастлив. Счастлив. Теперь бери свои деньги и исчезни. Исчезнуть? А может, лучше ты исчезнешь? Я не понял. Если будешь и дальше торговать физштейхом, я сделаю так, чтобы ты исчезнешь, чтобы никто никогда тебя не нашел. Ладно, ладно. Не стоит беспокоиться. Я все-таки страж порядка. Мога Юз. И помни, что я тебе сказал. 200 урена. Да. Мне стоит отправиться, знаете ли, на болото. Потому что там у меня должны появиться новые квесты. Ну и не только новые квесты, да и там надо еще старые закончить. Там были какие-то... Сейчас посмотрим, давайте-ка. Больно не будет. Что смогу ищить? Так, это зубы для дантиста. Глогово. Краму в квартале. Хорошо. Нужно поговорить с вазкой. Вот, вот это вот. Так, это понятно. Я пообещал привезти его домой, да. Концерасследование крама в квартале и на болото. Так, ну давайте-ка. В любом случае, мне нужно кваски. В любом случае, мне нужно кваски. Эта старая крыга должна знать по-любому чё-то. Так, там какой-то купец теперь обитается. Интересно. Это меня. А правда, что ведьма? В целом правда. Ведьма. Чё ты хочешь? Ты хочешь меня нанять, раз спрашиваешь о профессии? Именно. Моего дядю убили чудовища на болотах. У него было наше фамильное кольцо. И... Я на... Где труп твой? Мы молились у алтаря Мэлитэля. Прощай. Угу. Я загляну туда. Тран... Давай, отвези. Готовь. Да. Ага. И перебираемся, собственно, на болото. Там нужно ещё закончить пару заданий. Ну, поговорить с Иваской. Там вот это вот. Сходим ещё, найдём ему кольцо фамильное. Да и потом уже... Ктрис. Да. Больше у меня никаких дел нету. Так. Такс. Новый клиент? Прощай. чё тут в принципе никаких новых маркеров вроде не появилось поэтому давайте кваски кикимора привет тебе белый волк многое изменилось с тех пор как мы с тобой встречались в последний раз горожане вторглись на наше болото это поистине ужасно кто эти чужаки для кирпичников сухие кошмар они отогнали лесорубов и многих сразили они забирают наших родичей водные владыки гневаются только друиды осмеливаются оставаться в роще что-нибудь еще произошло пока меня здесь не было великая битва случилась между человеком с пламенной душой и властителем эльфов многие погибли в тот день кто победил болото поглотили многих мертвецов наши владыки одержали победу слава им понятно можно задать тебе вопрос вас к чём дело слышал у тебя проблемы снова утопцы да утопцы утихомирились но у нас теперь другая беда говори вас к предложи мне верную цену и я помогу вам с ней бандиты со знаком саламандры похитили моих родичей знаком салам они разделили наших родичей на группы где могу я видела их около разрушенной башни на просеке я видела только нескольких родичей их шеф ролан я за им хорошо вас к это не все поведай мне об этой битве человек с огненной душой пришел на болото со своими стальными братьями они разгневали владык и темные воды поглотили их идущие в тенях тот чье сердце пожрала ненависть и вышел им навстречу они сошлись в ужасной жестокой битве которая запятнала воды красным ты спросишь кто победил огонь или тень мой ответ благодарю тебя у тебя еще нет больше нет вопросов а че давай с тобой сыграем блин повезло ладно ёпта и не перебить сдавайся васка зря я поднял ставку конечно нет не зря прощай такс бабульку мы в кости атаки обыграли теперь и че пошли в башню хотя нет займемся мы уже этим всем счастьем в следующей серии что за кики маны надо будет еще посмотреть а то я не помню и будем решать дела свои на болотах что ж на этом все всем спасибо за просмотр с вами был марс до новых видео всем пока пока